В России возникла нехватка уазовских буханок. Как поведали телеканалу Автоплюс дилеры марки УАЗ, главным дефицитом оказались остеклённые автобусы. Впрочем, запасы других версий тоже невелики. По словам продавцов, сейчас завод занят выполнением госзаказов, а ритмичные поставки рядовым покупателям должны возобновиться только весной. В этой ситуации автосалоны почувствовали себя королями положения. Так что даже обычная бортовая машина сейчас стоит минимум полтора миллиона рублей. На 200 тысяч выше рекомендованной розничной цены. Кстати, на этой неделе скончался один из создателей буханки – Егор Романович Варченко. Ему было 96 лет, из которых почти полвека он занимался конструированием вездеходов. На Ульяновский автозавод Варченко попал по распределению после окончания Харьковского политеха. Егор Романович почти сразу стал ведущим конструктором семейства УАЗ-450 – это буханка образца 1958 года, то есть представитель первого поколения. Позднее инженер оказался одним из ключевых авторов второго поколения семейства УАЗ-452, которое после нескольких модернизаций выпускается до сих пор. В этом году буханочной линейке исполняется 65 лет. О том, что АвтоВАЗ снова начал собирать внедорожники Lada Niva Travel с мультимедийными системами, мы сообщали в конце декабря. И вот теперь эти машины доехали до дилеров, а производитель обновил прайс-листы. Итак, мультимедийная система устанавливается на Niva в комплектациях Comfort, Black, Comfort Offroad и Luxe. Начальная цена автомобиля с мультимедиа — 1 миллион 164 тысячи 500 рублей. Напомним, что речь идёт про 7-дюймовый дисплей, на который также выводятся изображения с камеры заднего вида. АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке доли в уставном капитале ООО Nissan Manufacturing Rus. За 1 евро остановленный завод Ниссана перешёл от института на миг АвтоВАЗу. Причём сам Ниссан сохраняет колл-опцион по обратному выкупу своих бывших активов в течение шести лет. Но это туманная дальняя перспектива. А вот ближайшее будущее петербургского автозавода начинает проясняться. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов провёл в северной столице рабочую встречу с вице-губернатором и другими чиновниками, причастными к промышленной политике. Помимо прочего, Максим Соколов подтвердил планы запустить сборку китайских автомобилей во втором полугодии. В 2023 году объём выпуска может достигнуть 10 тысяч машин, а в 2025-2027 годах — до 50-70 тысяч ежегодно при наличии позитивного тренда на рынке.